Местные штурмы на Донбассе. Третья фаза войны. Дояркам Хабаровска мешают агенты Запада. Зарплат не надо. Надо больше товарищей майоров. Устали? Выгорели? Нет сил? Как выдержать войну на измор без двух-трех недель и кофе в Ялте? Я Наталья Власова. Подпишитесь на наши соцсети и пропустите главное не сегодня. Война заходит в третью фазу – на измор. Об этом предупреждали многие военные эксперты. После налета России и стремительной оккупации части украинских территорий в феврале и до середины мая 1922 года инициатива была перехвачена украинской армией. Последовало освобождение Харьковской области и Херсона. Дальше стороны фактически уперлись стеной друг в друга и началась изматывающая борьба с периодическими мясными штурмами на Донбассе. Бахмут, а после Марьянка и Авдеевка – это жернова пришедшего русского мира, в которых, к сожалению, гибнут и множество лучших из лучших украинских воинов. Футинисты не жалеют ни людей, ни животных, ни сами города, как таковые. Ведь даже из оккупированных в 2014 году Горловки или Макеевки не сделала процветающие города. Впрочем, чтобы понять, куда ведет Донбасс Россия, достаточно было посмотреть на Приднестровье, Осетию и Абхазию. Да и на саму смех державу, стоящую на коленях перед кадыровцами, с закрывающимися предприятиями и полным возвращением в эпоху позднего совка. Где вернулись марши детей в военной форме, ненависть к Западу, бандитизм, последствия амнистии ЧВКшников и при этом полный патриотический экстаз на экранах ТВ. Как, например, обращение работников автозавода из Челябинской области, которым оказывается единственное, что мешает жизни, это подпольные иноагенты. Уважаемый Владимир Владимирович, мы, работники градообразующего предприятия автомобильного завода «Урал», обращаемся к вам с просьбой. Находятся люди, которые пытаются манипулировать мнением большинства жителей, нагнетая негативную атмосферу и препятствуя развитию нашего города. Они используют социальные сети и группы в мессенджерах, подстрекая к массовым и публичным мероприятиям. Есть мнение, что такие люди могут находиться под влиянием организаций, финансируемых недружественными государствами и фондами, желающими дестабилизировать обстановку и не допустить развития нашего города, региона и всей нашей страны. Мы просим вас инициировать принятие закона, ограничивающего возможность манипуляции общественным мнением со стороны иноагентов, а также лиц, попавших под их влияние во благо развития и процветания нашей Родины. И это было бы смешно, если бы не было так грустно. Ведь оболваненных пропагандой на России реально миллионы. И они без колебаний отдадут своих детей воевать с украинцами, как когда-то молча отдавали в Афганистан и Чечню. Поэтому нашей армии сейчас очень сложно. Ведь против них огромная, нескончаемая толпа. И не стоит умалять подвига наших воинов, которые сдерживают русский мир и не дают этой заразе дальше шагать по нашей земле. Но война на измор – это очень сложное испытание. Не только для армии, но и для общества. Эмоциональное выгорание, наверное, коснулось многих. Особенно на фоне нашей любимой украинской народной забавы – тотальной игры, взраду и перемогу. Ведь хорошо верить в конец войны за 2-3 недели и кофе на набережной Ялты в мае. В быстрое и легкое контрнаступление. Но эти рэперные точки пройдены. А что дальше? А дальше будет война. Долгое, тяжелое. И зная Путина, мы не раз еще столкнемся с коварными атаками на мирное население. С мясными штурмами, терактами, диверсиями. Очевидно, что выстоять мы можем, не повторив исконную ошибку нашего народа, не занимаясь внутренними распрями и междоусобицами. Я вам желаю соблюдать информационную гигиену, не поддаваться провокациям и вместе с нами становиться частью информационной обороны Украины. Подписывайтесь на наши соцсети и пропустите главное – не сегодня. Антивоенное движение на России. Бабы в поисках свежих сперматозоидов. Путин, верни войска. Метить территорию. Что русский мир может предложить оккупированным украинским городам? Кроме граффити на стенах и помеченных подъездов. Я Наталья Власова. Подпишитесь на наши соцсети и пропустите главное – не сегодня. На России наконец-то появилось антивоенное движение. Только, как всегда, с этой страной и есть нюансы. Жены и матери мобилизированных начали записывать ролики. Мол, отпустите Васю домой. Нужны дети и внуки. Задумались о генофонде. При этом эти бабы поддерживают президента Путина и решение про так называемую СВО. Просто поменяйте Васю на Петю. Ибо Вася должен заикрить какую-то самку и сделать внуков. Даже наклейки на машины начали продавать на Вайлдберрис. Верните мужа, я задолбалась. Верните детям отца. И все это с сакральными буквами. ВИ и ЗЭТ. Какое-то восстание и на агентов. Наши мужчины не выбирали военную профессию. Они хотели жить обычной гражданской жизнью. Их ждут дети. Тем не менее, они встали на защиту нашей Родины, когда это было нужно. Но так не может продолжаться вечно. Мы полностью поддерживаем проведение специальной военной операции. Наши мужчины морально и физически истощены. А вместо условного Васи Путин милует каннибалов и педофилов. Но это, как говорится, совсем другая история. Про величие России, которая перемалывает в фарш почти тысячу человек в день под украинской Авдеевкой. Говорит ноу-хау в центре Хабаровска. Там установили загоны для дерьма. Вы не ослышались. Специальные площадки именно для нечистот в частном секторе. Чтобы люди выносили свои горшки. Канализации-то нет. И да, эти особи считают, что освободили Донецк. Где городская канализация была лет как 60 до прихода русских. Но вот вам видео, встающие с колен Россиюшки. Мировой смех державы. Уникальная находка Хабаровска. Это загоны для нечистот. Люди, лишенные канализации, вынуждены сливать сюда свои горшки. Как жизнь у вас? А? Как жизнь? Как жизнь? Да. Мы уже живем 44 года. И до сих пор сносим. Надо ли говорить, что этот русский мир, кроме крови, страданий и дерьма, не способен ничего принести? Кроме как возвеличивание вчерашних преступников. Пятому А-классу Пермской школы официально присвоили название класс имени героя СВО Самада Асадова. А этот герой вообще-то барыжил наркотиками. Но детям об этом знать не обязательно. Главное, что он убил достаточное количество украинцев. Мирило патриотизма на России оно такое. Как и знак смерх державы на оккупированных территориях рисовать граффити про мужской половой член. Что мы этим хотим сказать? Мы обозначаем наши присутствия тут. Мы обозначаем, что мы не боимся. И не все из нас с поджатым хвостом сидят в Москве и пьют латы с кокосомолком. Вот вас тоже обдало величием от этого видео. Не правда ли освободители кучно так вот метят заборы, как стая бездомных собак? Хотя вот не хочется оскорблять псов. У них, в отличие от путинистов, все же есть интеллект и сострадание. А у путинистов есть только видимость живой оболочки. Не зря же их родное правительство меняет на вязанку дров, холодильник, ладу-калину или пачку пельменей. А наша задача – ускорить этот обмен. Мы верим в нашу армию, верим в нашу победу. И уновать мы будем точно не сегодня.